С 1 января следующего года в Латвии вырастут цены на продукты, услуги и топливо. И вовсе не из-за введения евро, а из-за непродуманных действий правительства. С таким посылом сегодня выступила торгово-промышленная палата. Из всех предложений бизнесменов в кабинет министров учелы лишь одну треть. Речь идет о бюджете следующего года. Со следующего года в Латвии вступает в силу новый план национального развития. Его главной целью правительство провозгласило экономический рывок. При этом, как это ни парадоксально, забыв спросить тех, кто собственно и должен его совершить. Каждое министерство со своим предложением, не переговоря со своей командой, вводит вот эти поправки в законах. И это самое страшное. Отсутствие диалога с бизнесом. Потому что то, что мы сегодня презентировали, да, и показывали вам, с этим мы уже ознакомили правительство в, я так думаю, это было в мае, да. Мы уже подошли к этому вопросу очень ответственно, чтобы мы дали свои сигналы перед подготовкой к бюджету следующего года. Свои предложения к правительству Совет по народному хозяйству, который объединяет работодателей, профсоюзы, самоуправления, более тысячи предприятий и представителей 60 отраслей, в этом году впервые оформил письменно. Из 26 идей Кабмин взял только 9, да и то далеко не полностью. Изучив проект бюджета, бизнесмены пришли к выводу, никакого рывка экономики Латвии в следующем году ждать не стоит. Повышение налогов никаким образом не может стать основой для рывка экономики. Может быть такая ситуация, что 1 января мы будем констатировать, что цены, да, действительно будут повышены, но не потому, что вступил в силу евро, но потому, что приняты на сегодняшний день такие решения. Наглядным примером непродуманных действий правительство бизнес считает инициативу Эдмундса Спрудша. Введение с 1 января следующего года нового налога на природные ресурсы. Он коснется рекламной полиграфической продукции, производителем которой может грозить банкротство. Речь идет о буклетах, афишах, каталогах одежды и продуктов, которые составляют 70% оборота отрасли. Налог совершенно, ну так скажем, обезбашенный, потому что если у нас в среднем бумага стоит 500 лат, то налог на эту бумагу 910 лат за тонну. Нас никто насчет этого не спрашивал. Объясняли, что мотивация по поводу того, чтобы сохранять ресурс лесной и что продукт, который производит полиграфия, канцероген, что на самом деле абсолютно не так. Стремясь любыми путями пополнить государственный бюджет, правительство, считают предприниматели, совершенно не думает ни о перспективах развития, ни о своих налогоплательщиках. Еще одним примером такой политики, по мнению бизнеса, является повышение акцизного налога на автогаз. За последние два года в переоборудование транспорта газовыми установками уже инвестировано 10 миллионов латов. Эти предприятия начнут терпеть убытки, терять деньги. И, конечно, это надо будет компенсировать и компенсировать средствами граждан. Поэтому мы и собрали 12 тысяч подписей избирателей, которые подали в СЕИМ. И призываем депутатов не одобрить это повышение налога, потому что она вредна не только предпринимателям, которые потеряют свою способность конкурировать, например, с Эстонией. В Эстонии налог на автогаз составляет 88 латов за тонну, в Латвии 90 латов. Со следующего года его планируется поднять на 25 процентов, до 113 латов. После прочтения проекта бюджета у бизнеса сложилось впечатление, что правительство не только не думает о развитии, но и не хочет бороться с теневой экономикой. Валерия Смирнова, Айнар Скрауглис, Первый Валтийский канал. И в продолжение темы очередной неприятный сюрприз от правительства бизнесменам, причем самым, что ни на есть, малым бизнесменам. Власти вынашивают планы по урезу.